доброго здравия добрым людям и да умножится ли та вашей благодати и счастье добрые люди для меня это не только исповедующее добро творящие добро разумно и от души но и способны быть добрыми все в ком я вижу или пред вижу добро таких я встречаю как среди верующих в бога который есть любовь так и среди атеистов как же это верующие атеисты если бы верящие атеисты это было бы понятно поскольку атеисты именно верят в отсутствие бога а многие из них верят в науку которая обходится без гипотезы о существовании личностного первоначала верят в известную материю в очевидность верифицированный опыт предполагают неизвестное смело вторгаются в это неведомое отдаю им должное есть среди атеистов и разочаровавшиеся в добре циники эти верят в низость и злобность мира в его враждебность или равнодушие а вот есть и циничные верующие эти верят в злого жестокого или делового бога молятся ему заключают с ним сделки ведут в общем то далекие вот добра образ жизни хотя могут при этом считать себя добрыми и даже быть иногда добрыми подвижников же следующих любящему они считают чудаками нет мира сего в лучшем случае одаренными избранными не такими как все хотя это самообман кто-то заметил что все святые в прошлом грешники вот некоторые из подобных высказываний амброуз бирс святой мертвый грешник пересмотренными здания паскару альд единственная разница между святым и грешником в том что у святого есть прошлое а у грешника будущее это значит что каждому человеку достаточно дано чтобы следовать добру чтобы однажды решить и начать следовать многие же служат злу чаще в темную ну просто потому что не служит добру а тут третьего не дано либо либо но сейчас я хочу поговорить о служении добру сознательным и целеустремленным среди верующих в бога такие конечно есть но если бог представляется им добрым любящим вот и они живут им принимать его сердце и живут им постоянно следят за тем чтобы он был здесь верующие в отличие от верящего как я понимаю не просто верит в нечто высокое но и служит ему живет им есть ли среди такие вот среди атеистов не состоящих в какой-либо церкви не видящих необходимости поклоняться кому-либо ну думаю что просто верующих конечно много в добро в любовь в совесть есть нашедшие смысл жизни и в служении высокому как они его чувствуют и понимают например служение научному познанию не щадящий сил на это служение но вот сознательно служащие добру как высшему началу и при этом не сектанты называющие это начало добром или подобными именем это видимо пока редкость кто же мне ближе верующие прихожане захожане вот или стремящиеся за земными формами увидеть небесную суть мистики разного толка вот среди почитателей амар хаяма халиля джибрана джиду кришнамурти и так далее или все же исповедующие нормальную человечность атеисты материалисты с одной стороны мне близки искренне верующие которые ищут бога в себе как в подобии в своем сердце ищут дух его в своей душе то есть ищут высокие чувства и состояния в которых они живут понимают что напрасно надеяться на посмертный рай за просто исполнение обрядов, правил за молитвы, исповеди за соблюдение заповедей за дела как бы заключая договор сделку мены мол я тебе, ты мне это весьма сомнительно место любящего тут же занимает лукавый уповать на молитвы и дела на эти средства достижения царствия небесного там, по смерти не испытывая его здесь и сейчас при жизни это скорее суеверие, чем вера близки мне как верующие в единого бога христиане, мусульмане храняющие чистоту староверы-христиане и загадочные суфии так и одухотворяющие природу староверы-язычники живущие по ведам заветам предков патриотичные неродноверы кто бы за ними не стоял и внутренне свободные дзенцы и сугубые материалисты творящие добро от души от щедрого сердца то есть у них в сердце добро есть а не в расчете на рай или страх о наказании то есть это бескорыстный люэси атеист служит добру он служит ему бескорыстно за счастье за счастье ощущение этого добра может быть не всегда специально не всегда сознательно но тем не менее такие мне очень близки с другой же стороны себя я не могу причислить полностью ни к одной из этих страт не могу дать сам себе название поставить клеймо на себе раз и навсегда запретив себе таким образом изменяться расти ограничив себя каким-то одним там мировоззрением одной верой и потерять связь со всеми остальными добрыми людьми других определять как бы схематизировать их гораздо легче поскольку мало знаешь глубины их души зато хорошо знаешь их дела обычные поведения недостатки с собой же все наоборот со стороны себя не видно а в душе свое иногда бродишь как в волшебном лесу чего там только не найдешь подчас то есть я не могу определить самого себя хотя периодически пытаюсь это делать постоянно ну вот и сейчас возник такой вот оксюморон верующий атеист это очень приблизительное определение временное но лучшего пока не пришло в заголовок я его вынес не столько ради привлечения внимания сколько ради того чтобы разобраться в этом сообща очень мне интересно есть ли признающие себя таковыми ну хотя бы приблизительно и сколько нас таких среди людей добрых конечно дело не в самоназвании но это хороший повод задуматься о себе о нашей жизни всем добра таково таково